А теперь к новостям культуры. Традиционно в мае по всей России проходит международная акция «Ночь музеев». В этом году она проходила уже в одиннадцатый раз. В эту ночь музеи всей страны расширяют время и формат своей работы. Не стал исключением и славянский историко-краеведческий музей. Основная тема акции в этом году – 80-летие со дня образования Краснодарского края, 225-летие со дня освоения казаками кубанских земель. Тетрализованное представление для детей. Выставка изделий традиционного рукоделия казаков и декоративно-прикладного искусства. Работа мастер-классов, чаепитие с самоваром, экскурсии по экспозиции музея. Выставка домашних животных, организованная клубом «Юный натуралист». Акция «Поиск новых хозяев». В этом и многом другом можно было принять участие в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Кроме того, в этот день в отделе природы провели мероприятия, посвященные Году экологии 2017. Самое главное – мы делаем акцент на патриотизм. На патриотизм, на историю, на то, чтобы знали о том, как жили, кем были их предки. И, конечно же, это идет как воспитание молодежи. Потому что сегодня об этом забывать нельзя. Прошла 72-я годовщина Великой Отечественной войны. Многие лжеисторики сегодня пишут историю так, как им хочется. Поэтому наша задача, именно музейных работников, заниматься тем, чтобы не только сохраняли и показывали то, что было когда-то, то есть экспонат, сбором экспоната, но и, конечно же, патриотическое воспитание молодежи. Среди посетителей – музея атамана районного казачьего общества Александр Заволока. В акции «Ночь музеев» принимает участие каждый год вместе с семьей. Для них это традиция. Музей, наверное, это всегда было, если будет то место, где сплетаются, наверное, поколения, эпохи. И каждый, независимо от возраста, будь то ты малыш или уже преклонный старик, долг каждого, наверное, прийти, потому что окунуться в историю, которая здесь в каждом зале, своя история. И когда входишь в каждый зал, ты попадаешь именно в ту эпоху, которая здесь показана. Все желающие могли бесплатно посетить экспозиции музея, принять участие в проведении мероприятий, передать в дар музею интересный экспонат, памятную вещь или семейную реликвию, записать в книгу отзывов свои пожелания. В этот день двери славянского историко-краеведческого музея были открыты до часу ночи. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».